Любите походы в кино? Специально для вас в ближайшие минуты мы расскажем о новинках этой недели в мире кинематографа. Меня зовут Ростислав Азизов, всем привет! Под подозрением, каждый этаж старой детективной истории убийства в Восточном Экспрессе, которую публике на этот раз представил режиссер Кеннет Брам. Фильм снят по мотивам одноименного романа Агаты Кристи является ремейком известного фильма, что снят был в 1974 году. Новые декорации, новые актеры и новая атмосфера в буквальном смысле вселили новую жизнь в уже вставший легендой роман. Вы не против, если я к вам подсяду? Вы всемирно известный детектив Эркюль Пуаро. Защитник невиновных. Так вас называют в газетах? А вы невиновны? А вы забавны. Фильм рассказывает историю 13 пассажиров одного из самых роскошных поездов Европы, во время очередного рейса которого случается убийство. Под подозрение попадает каждый. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет свой новый удар. Кстати, на роль, которую в итоге получила Мишель Паффер, рассматривались Анжелина Джолин и Шерли Стерон. Также это третье сотрудничество между Джонни Деппом и Пенелопой Круз. До этого они вместе снимались в картинах «Кокаин» и «Пираты Карибского моря на странных берегах». Для тех, кто любит фильмы в жанре драмы, специально для вас кинопрокатчики подготовили картину «Дело храбрых». Американский фильм основан на реальных событиях, произошедших в июне 2013 года во время сильнейшего пожара в штате Аризона, который по сей день является самым смертельным в истории. Я слышал, у вас есть вакансия. Ты не заблудился? Есть одно место. Знаешь, зачем мы тренируемся? Спасатели первыми встречают огонь. Мы морские котики среди пожарных. Дайте мне шанс, я не подведу. Рано или поздно огонь подберется к нашему городу. Мы тренировались четыре года. У нас есть все знания, вся нужная квалификация. Но без официальной лицензии мою команду и близко к пожару не подпустят. Я говорил, будет нелегко. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Фильм рассказывает об отряде пожарных «Горячие головы» Гранитной горы из Аризоны, которые однажды столкнулись с одним из самых крупных пожаров в истории. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Во время борьбы со стихийным бедствием отряд оказался в огненном оцеплении. В итоге погибли 19 пожарных. И только лишь одному члену команды удалось убежить. Мы встретим огонь и спасем наш город. Давай! Вы все герои. Никто так не гордится своими детьми, как я горжусь вами. Любите посмеяться в кино? Следующая премьера специально для вас на днях на большие экраны вышла французская комедия «Женись на мне, чувак», которая стала дебютом режиссера Тарыка Будали. Что интересно, почти все члены съемочной группы ранее работали над комедиями «Супернянь», «Супернянь 2» и фильмом «Супералиби». Главный герой ленты Ясин – молодой марокканский студент, который приезжает в Париж на учебу по студенческой визе, чтобы выучиться на архитектора. Однако из-за своей беспечности он пропускает экзамен и теряет возможность продления своего легального статуса. Боясь оказаться депортированным в свою родную страну, Ясин разрабатывает хитрый план, который позволит ему остаться все-таки в Париже. Найти невесту так быстро практически невозможно. Тогда, после долгих уговоров, на помощь герою приходит его лучший друг. Однако вскоре, после торжественного события, за молодоженами начинает следить дотошный детектив, который всеми силами пытается разоблачить этих ребят. Посмотреть на больших экранах можно и французскую комедию «Афера доктора Нока». Основой для сюжета фильма послужил сатирический роман драматурга Жюля Ромена «Нок» или «Чудеса медицины». Кстати, главную роль в ленте сыграл звезда комедийной драмы «Один плюс один» и первый темнокожий актер, удостоившийся самой почетной французской кинопремии «Сезар Амарси». В середине 1950 года во французском городе Сен-Моррисе скрывается от своего прошлого жулик и прирожденный манипулятор «Нок». Воспользовавшись тем, что в городе у него незнакомых, он прикидывается опытным врачом с лицензией и начинает лечить совершенно здоровых людей от болезней, которых попросту вовсе и не существует. Однажды он влюбляется, а на пороге его дома неожиданно появляется друг из прошлого, который теперь намерен рассказать всю правду о докторе. И тут-то начинается эта история. «И узнаем о его преступном прошлом, ведь солгавший однажды остается лжецом навсегда. Да, я освоил профессию врача, чтобы сойти со скользкой дорожки. В этом моя вина! Впервые моя жизнь значима для кого-то. Очень значима. В голове не укладываюсь. Ах, плакала моя мирная жизнь. Дайте пройти доктору! Кто из вас упрекнет меня, что я ему не помог? Не ухаживал, не любил. Страстно отдавая всего себя без остатка. «Почувствуй рок» в кино показывают российскую историю о музыкантах, которые отправляются покорять столицу. Натурные съемки картины «Рок» проходили в трех регионах – Московской, Калужской и Брянской областях. Кстати, чтобы отснять весь материал, актеры проехали более 2000 километров по автодорогам нашей страны. Картину также уже представили в основной конкурсной программе фестиваля «Кинотавр-2017». Короче, у меня есть к вам предложение. Если вы приедете, я могу так устроить, чтобы он вас послушал. Рок – музыкальный жанр или злая судьба героев фильма, провинциальных музыкантов, которые отправились покорять Москву, сопровождает и то, и другое. Эта троица даже еще не группа, и не команда, и, наверное, даже не друзья. Но это в начале пути. Чем дальше герои удаляются от дома, чем опаснее их приключений, встреченные на пути люди, тем сильнее ребята меняются внутренне. Фильм-путешествие, фильм, поиск самих себя, где дорога к мечте стала самым большим, ярким, опасным и незабываемым приключением в жизни героев. Путешествие с дружеским укусом. Далее расскажем о новом полнометражном мультфильме «Маленький вампир», что основан на бестселлере немецкой писательницы Ангелы Зоммер Боденбург, которая известна своими рассказами для самых маленьких. Режиссером ленты выступил Ричард Клаус, потративший на нее 10 миллионов долларов. Добро пожаловать! Ваш новый дом сдали от старый дом. Видишь отражение? А у вас бывают кости, которые не отражаются? Да! Привет! Это история о маленьком вампире Рудольфе, 13-летнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды он встречает обычного мальчика Тони, своего сверстника. Тони без ума от страшных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он, не раздумывая, предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь, когда у вампира есть друг из мира живых, у него появляется и шанс на спасение своей семьи. А так это или нет, вы сможете узнать, посмотрев мультфильм. Также в кино можно посмотреть фильмы «Тор Рагнарёк», «Джунгли», «Дикарь», «24 часа на жизнь», «Убить за лайк», «Фиксики», «Большой секрет» и многие-многие другие киноленты. На этом у меня все. Напомню, посмотреть этот выпуск и другие наши программы можно в социальных сетях на страничках Амурского областного телевидения. Еще больше информации на нашем официальном сайте amurobl.tv. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю отличного времяпрепровождения, бодрости, духа и обязательно советую сходить в кино. До новой встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова